Теперь пенсии будут рассчитываться по-новому. Понятие трудовой пенсии уходит. Вместо нее будет пенсия страховая. Главное отличие – пенсионные права работающих будут считаться не в рублях, а в баллах. Чем выше зарплата, тем больше баллов за каждый отработанный год. Поэтому очень важно получать именно белую зарплату. Увеличится требование к минимальному стажу. Хотя с 2000-х годов он вообще не влиял на размер пенсии. С 2015 года стаж больше будет уже влиять на размер пенсии, если в настоящее время, начиная с 2002 года, стаж на размер пенсии не влияет, а только сумма страховых взносов, то по новой пенсионной формуле наравне с зарплатой и страховыми взносами также большое влияние будет иметь стаж, выработанный нашими будущими пенсионерами. С февраля нового года планируют индексацию пенсии. В результате она вырастет примерно на 24 рубля. Также будут производиться индивидуальные перерасчеты. Увеличится и сумма материнского капитала. Со дня реализации этой программы ежегодно материнский капитал тоже индексируется. С 1 января будет он увеличен, проиндексирован на 5,5 процентов, и его сумма составит 453 тысячи рублей. В итоге увеличение со дня реализации на 203 тысячи. Первоначально была сумма 250. Индивидуальные предприниматели должны вовремя сдать декларацию. Если они не ведут хозяйственную деятельность, то до 26 декабря им лучше закрыться. Иначе придется заплатить 138 тысяч рублей штрафа. В срочном порядке нужно обратиться к нам в клиентскую службу, получить справку с задолженностью, обратиться в налоговые органы и закрыть свое индивидуальное предпринимательство в связи с тем, что у вас наращивается задолженность и страховые взносы наращиваются. Клиентская служба в управлении пенсионного фонда открыта для всех. По всем интересующим вопросам по поводу пенсионной реформы горожанам нужно обращаться сюда.